Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будет коротенький такой выпуск. Несколько интересностей на сегодняшний день. Первая интересность это то, что несмотря на то, что Украина находится в центре конфликта, что называется, и является местом такового в ней, активнейшим образом, чтобы вы знали, продолжает действовать рынок земли. Я тут подчеркнул информацию, что примерно на миллиард были сделаны акты уже после начала конфликта сделки по покупке украинской сельскохозяйственной земли. Зеленский отметился тем, что он принял закон как раз о рынке земли. Вот этот закон о рынке земли, он продолжает действовать, и интерес к рынку украинской земли есть, в том числе и со стороны, очевидно, структур, аффилированных с западными компаниями. Очевидно, что война не способствует подорожанию этой земли, поэтому идет скупка этой земли за бесценок. Вот, такой интересный факт, если кто не знал. Другой интересный момент в газете The Guardian, такой вполне западной, которая гордится тем, что существует уже более 200 лет. Она, эта газета, опубликовала, мы, правда, в рубрике Opinion, то есть мнение, статью, касающуюся того, что поставки вооружений в Украине фактически провалились. То есть Запад не может этим переломить военную ситуацию, а поставки оружия лишь продлевают конфликт с все большим и большим уничтожением Украины. Дело в том, что Россия начала уничтожать узлы, которые обеспечивают электровозный транспорт. Если их уничтожить, то, в общем-то, возить придется тепловозами. Их у Украины мало, дизельное топливо дорогое, его не так, чтобы очень много. Плюс очень старые локомотивы, об этом еще до конфликта говорили многие товарищи, в том числе на украинских каналах. Есть там такой Дмитрий Спивак, в том числе, вот он об этом немало раз говорил. И про перебой с горючкой, и про старый подвижной состав. Поэтому тут важно это тоже учитывать. Вот еще интересный момент. От нас вроде как свалила инстасамка из России, что хорошо. Хорошо, я приветствую ее решение. Надеюсь, что уж, по крайней мере, концертов больше с ее богомерзкими песенками больше не будет. Вот, всем, кто не совсем знаком с этой деятельницей, можете посмотреть удаленный обзор Немагии, но он есть перезалитый на других каналах. Я не говорю вам, что все творчество Немагии, это прям йоу, но я их смотрю давно, так сказать, посмотреть можно. Плюс есть там обзоры на инстасамку у Рындыча и у других замечательных блогеров, которые могут показать, что это очень неприятное существо такое, которое очень здорово, что покинуло нашу необъятную родину. Анжелина Джоли тут пробежалась по Львову под звуки специально включенных для нее сирен. При том, что львовяне вроде как вокруг ходили так довольно вальяжно на этом видео, поэтому очевидно, что это показуха и постанова. Плюс все успевали там фоткаться, рядом, очевидно, бежала съемочная группа, которая снимала процессы в HD-качестве. Поэтому, в общем, конечно, уровень лицемерия, уровень вот этого всего, он зашкаливает. В Донецк она почему-то не ездила, когда по нему 8 лет что-то прилетало. Вот такие вот новости. Всех поздравляю с 1 мая, который вчера наступил. Всем весны, труда, мира, спокойствия и здравого суждения. Вот, друзья, будьте счастливы, будьте спокойны, не впадайте ни в, так сказать, воинственный угар, ни в, с другой стороны, паникерский какой-то. Все будет как обычно. Всегда были войны, всегда они заканчивали с миром. Спасибо за внимание. Будьте счастливы.